Если в блокадном Ленинграде в печи сжигали поэтические сборники, то сейчас, в 21 веке, надежда в ход пускает старую одежду. И все, чтобы согреться. В семье трое маленьких детей, пожилые люди и никто не работает. В утрох мы приезжали, дрова у вас были, да? Ну, что жалуются. Сейчас у нас получается, опять в итоге, тряпками там какими-то. Тряпками, картоном там, непонятно ничего. Соответственно, жильцы жалуются, да, непосредственно? Да, вот жильцы жалуются, боятся, что типа дом сгорит. Правда, бояться осталось недолго. Недавно Надежда подала документы на оказание адресной помощи. В данном случае семье обеспечат пожарную безопасность. До 5 декабря комиссия должна рассмотреть заявления и поставить их на учет. В таком же ожидании прибывает и Нина Поршкова. Сейчас она живет точно на пороховой бочке. Печка-то только с виду красивая. Ну, она, вот мы ее чистим, колодцы все прочищаем, она постоянно дымит. То есть подкинуть невозможно дрова. Постоянно либо вытяжку, либо окно открываю. Прежде чем подкинуть. Только чистка непосредственно, да? Чистка, да. Ну и кирпичи здесь увалятся у нас там на дыре. А вот Наталья адресную помощь получит уже со дня на день. Управление соцзащиты выделит ей деньги на замену проводки. Ну, дом старый, потому что это от бабушки дом достался. И он как бы здесь горел, поэтому всю проводку кто-то проводил сам, видимо. Поэтому, ну, плохо, потому что все розетки на одном, и она алюминиевая. И каждый раз обламывается, горит. Всего в декабре пожарную безопасность обеспечат четырем семьям. Но это капля в море из тех, что действительно рискуют жизнями. Не только своими, но и всех окружающих. По статистике, чаще именно в домах малоимущих и неблагополучных семей происходят пожары. Чаще всего это неправильная разделка, отступка печных домовых труб от горючих перекрытий. Также это щели, прогары в печах непосредственно, отсутствие притопочного листа. Электропроводка, которая с нарушением правил пожарной безопасности. Оголенные электропровода, провода ветхие, которые заклеиваются обоями. Да, проведение той же электропроводки стоит денег. Но разве не дороже обойдется после пожара восстановление дома? Еще хуже своего здоровья. Тем временем МЧС продолжит профилактические рейды и инструктажи по пожарной безопасности. Все-таки сейчас самый сезон. Ксения Шабаева, Александр Лупсанов, Новости дня.